Я вам задаю вопрос. Вопрос, естественно, для всех жителей города Магнитогорска и тех, кто приезжает сюда. Стоит ли вам покупать новую технику? Потому что старая, она в разы интереснее и качественнее. А вы не знали, а я вам сейчас рассказываю. Я даже не хочу, чтобы вы покупали, честно, новые автомобили. Потому что все делается до момента выхода автомобиля из гарантийного срока. Потом все это дело ломается, и вы получаете косяки какие-то. Слово о том, что есть такая машина интересная. Так вот, у нее пробег 250 тысяч километров. Потом все, меняете двигатель. То же самое и здесь. Та техника, которая была еще раньше, почему она не ломалась? Потому что она была сделана изумительно. И эту технику можно купить прямо здесь, проспект Ленина, 136А. Первый бытовой. Вы уже видели, да, что сюда приходят и те, у кого только-только ребенок родился. Потому что зачем брать что-то новое, когда можно взять БУ, и это еще в цене. В два, а то и в три раза дешевле. То есть, то же самое. Все конкретно ремонтируют и делают. И вы сюда приходите и покупаете. Идеальный вариант, поверьте мне. Тема нашей с вами беседы. Наши с вами мозги. К слову, во всех нормальных странах мозги включаются. Потому что на смену уникальности приходит обыденность. Если раньше бытовая техника практически не ломалась, то теперь она выходит из строя регулярно. И это без того, без чего не существует бытие. Ну, чтобы вы поняли. Стандарт 3х4 рулил и будет рулить. Но придумали HD и 4К. Это для телевидения, которое вы реально смотрите. А мы с большим удовольствием смотрим архивы на 8-мм кинопленке. А если нет, обращаемся ко мне. Я это вам переделаю. Кроме всего, та техника не ломалась вообще. Ну, почти. Я катаюсь на велосипеде, которому больше, чем мне лет. И это нормально. И не говорите, что тогда не делались вещи. Сейчас это не нужно производителю. Иначе он встанет. К слову об электромобилях. Когда вы узнаете стоимость замены аккумуляторов, поверьте, возьмете старый нормальный агрегат и поставите себе газ. То есть топ. Оболванивание людей, а это ТВ. Дальше машины. Дальше компьютеры. Дальше холодильники и стиральные машины. Но старые и лучшие то остались. Они работают. Их можно сделать. Отчасти электрически ремонтируются и служат долго. Ну, зачем угорать на цене, а? В принципе, информация очевидна. То бишь, вы можете увидеть, сколько такой холодильник стоит в магазине. Сверху прямо написано. И сколько он стоит здесь. То есть, если мы говорим про горение, это хороший отечественный холодильник, то цена-то на 60 тысяч дешевле. Хорошая тема. Хорошая тема. К слову о том, что сюда предоставляют холодильники те, кто уезжает. Ну, просто уехали, а квартиру необходимо сдать, а потом куда-то все девать. Вот они сюда и отдают. Это вообще просто на него гарантия изумительная. Все остальное тоже. Везде показана новая цена и экономия. Понимаете? В любом случае, даже вот на индезит экономия получается почти 100 долларов. Ну, нормальная техника. Да вы заходите, не беспокойтесь. Это все нормально. Потому что люди сюда заходят. Это нормальное явление. Потому что все же должны понимать, насколько все это дешево. Это дешево, естественно. Почему все это дело делается интереснее? Вопрос другой. Как мы уже сказали, все рано или поздно ломается. Еще никаких таких вещей не случилось. У меня тоже супруга начинает по ушам проезжать. Я говорю, ребят, объясните мне. Уже нет, супруга. Ну, естественно. Ну, ладно. Это уже отдельная тема беседы. Почему все ломается? Ломается все. И машины ломаются, и холодильники ломаются, и стиральные машины тоже ломаются. Где ремонтируется? Обратите внимание, я вам сейчас только что показал громадную панораму. К слову о том, что здесь не только продажа, здесь еще и ремонтное обслуживание идет. Теперь мы говорим про интересную тему. Про гарантию, которая у вас будет. То есть, если вы берете не сильно дорогой холодильник в пределах от 4 до 6 тысяч рублей, то гарантия будет один месяц. Потому что там ничего не меняется. Там просто юстируется, и все это дело проверяется дальше. Если мы говорим про что-то более интересное, то там гарантия 3 месяца. Потому что все разбирается от и до. Пароварка, все это дело проваривается, пропаривается. Холодильник промывается. Если какие-то проблемочки возникли, да не бывает такого, чтобы холодильник не ржавел. Таких вещей, ну, бывают иногда такие случаи, если они из оцинкованной стали. Ну, таких вещей, по сути, нету. Естественно, везде там делается косметический ремонт. Все, что идет внутри, все это делается новое. Не надо по ушам проезжать. После всего этого дела вы, естественно, получаете гарантию длинную. А в некотором случае еще и подлиннее это можно сделать. Почему берем булочную технику? Дешевле? Дешевле. Все, наверное, упирается опять же в денежный вопрос. И денежный вопрос, да? Все упирается. Все смотрят на свои средства, у кого на что возможности хватает, вот так и покупают. Так вот, отдельная тема, это еще и стиральные машины. Ох, тут их очень много. Очень много. Почему? Потому что здесь всего очень много. Холодильники, кстати, что-то как-то очень быстро разбираются. По одной простой причине. Холодильники это то, что должно быть у каждого. Мы же забыли, да, в свое время, что до 1957 года у нас в России холодильников не было. А вы забыли? Да, да, да. Что было? Были. Подвалы были. Да. И, естественно, в каждом доме то же самое было. И если вы выкапываете подвал глубиной 3 метра, то нижняя часть это как раз там будет 5-7 градусов. И с вашей капустой, и с вашим мясом на протяжении недели ничего не случится. А вы забыли. Ребята, вспоминаете? Ну, ладно, вы не забыли. И хорошо, потому что у вас есть холодильники. Поэтому они, естественно, разбираются. Поэтому стиральных машин здесь, естественно, немножко больше. Но давайте дадим вопрос, что такое стиральные машины и по какой цене стиральные машины. Вот перед нами стоит Samsung. Стоимость нового в магазине стоит 17870 рублей. Стоимость б.у. получается 6900. Да, да, да. Я могу две такие купить. И вы знаете, если я куплю себе две такие, даже если одна блызнется каким-то образом, ну, такое может быть случится, может нет, я на второй буду работать. Ребята, стиральная машина где у вас стоит? Она что, стоит красивой? Прямо все должны на нее смотреть? Нет. Она у вас стоит в том месте, куда люди как бы не заходят. Ну, это как обычно, либо подсобное помещение, либо ванная. Ну, не все туда люди заходят, поэтому говорить о том, что круто или не круто, я не знаю, я не знаю. Тем более, вы покупаете здесь вещи. Естественно, бесплатная доставка. А что плохого-то в этом? То бишь, господа мои, а лучше товарищи, естественно. Не то сейчас время, не то. Понимаете, покупка нового холодильника, ну, она возможна, но просто зачем? Потому что холодильник, который прямо передо мной стоит, Бош, он новый-то стоит дороже, а этот еще и красивый, потому что все сделано, все поменено и есть грамотная гарантия. А гарантия у вас в магазине сколько? Год, максимум и не более того, как. И вот то место, где вы не влетаете в деньги. Прямо напротив Тетриса, на Ленина 136, есть огромный магазин. И честно, и положа руку на сердце, вместо одного холодильника берете три. Вместо одной стиральной машины три, и это на всю жизнь. Через 10-20 лет одна сломалась, включили другую. И вот вам 30 лет жизни, это минимум, без тараканов. Хотя, по сути, придя сюда, все это восстанавливается. То есть, вот ваше место экономии. Вот оно. Продолжение следует... Продолжение следует...